Всем привет! Это подкаст русской службы BBC «Что это было?» Меня зовут Оксана Чиж. Израиль на этой неделе нанес массированные удары по Ливану. Их целью, по словам Цахал, были объекты, связанные с группировкой Хазбалла. Берут утверждает, что в первый день атаки погибли более полутысячи человек, в том числе женщины и дети. Хазбалла, в свою очередь, выпустила по Израилю баллистическую ракету, которая достигла Тель-Авива. Может ли происходящее стать началом полномасштабной войны, объясняет востоковед-арабист Максим Жабко. Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Короткое объявление, прежде чем мы начнем. Если вы слушаете нас на YouTube, то, пожалуйста, подпишитесь на канал русской службы BBC и поставьте лайк. Спасибо! Начнем мы с небольшого рассказа жительницы Ливана Анны. До начала масштабных израильских ударов она жила с семьей в провинции Набатия на юге страны. После того, как начались бомбежки, Анна и ее близкие бежали на север Ливана, и она рассказала русской службе BBC свою историю. Тут нужно оговориться, что эта запись была сделана накануне, 25 сентября. Израиль скинула огромную бомбу на виллу около нашего дома и взрывной волной выбила двери, окна. Все это на детей посыпалось. На моего младшего ребенка упал потолок пластиковый. От взрывной волны обрушился потолок. На старшего ребенка выбило два окна, он проснулся весь в осколках. Мы убегали, как могли, в пижамах, в тапках, под взрывами, под бомбами. Около нас взрывалось, горело. Мы убегали на огромной скорости, конечно, летели на машине. Доехали до Сайды. Сайды — это город в Ливане около моря. Обычно мы его проезжаем за 15 минут. В этой пробке, которая уже образовалась, потому что было очень много беженцев с юга, мы стояли 4 часа. Но нам сравнительно повезло, потому что те, кто выехали позже, стояли в пробках по 13-12 часов. Без воды, без еды. Дети маленькие, в туалет не сходить. Были организованы пункты, где раздавали какие-то печеньки, воду. Но этого было недостаточно, конечно. И плюс к этому тоже Израиль бомбил дороги прямо на машины. Из-за этого тоже образовывались пробки, потому что нужно было технике доехать и разобрать завалы, машину убрать. Хотя бы как-то починить дорогу, чтобы машины дальше могли возобновить свое движение. Сейчас мы находимся в относительно спокойном районе. Но вокруг нас летают самолеты, ракеты, бухают бомбы, дом трясется. Очень страшно. Также сейчас отрезали пути в Сирию. То есть мы в Ливане уже как в мешке. Мы не можем никуда выбраться. Самолеты не летают. Самолеты отменили рейсы. Летает только Middle East. Но, конечно, они полные. Билетов нет. Максим, давайте теперь разбираться, собственно, в том, что происходит. Объясните, пожалуйста, какие конкретно районы оказались под ударом в Ливане и как эти районы связаны с Хазбаллой и с инфраструктурой, которая, как считает Цахал, используется группировкой? Ну, за последние дни ударом подверглись в том числе новые районы Ливана, где ранее Израиль не наносил авиаударов. Израиль уже с вступления Хазбаллы в войну бомбил в первую очередь Южный Ливан, собственно, приграничная с Израилем территория. Это один из центров поддержки Хазбаллы, в том числе политической, и там сосредоточена, в том числе, значительная часть военной инфраструктуры Хазбаллы, которая используется в противостоянии с Израилем. Кроме того, где-то с весны Израиль стал наносить удары и на северо-востоке. Ливана довольно далеко от границы, в районе города Бальбек. Это также область, где проживают в основном мусульмане и шииты, хотя и не только. И там также серьезная поддержка у Хазбаллы и ее союзников. Где-то в тех районах в начале 80-х и в том числе начиналась Хазбалла, где ее подготавливал корпус стражи исламской революции Ирана. И до сих пор у нее там серьезная поддержка. При этом удары там воспринимались еще весной как серьезная эскалация. А на этой неделе, например, там наносилось уже множество ударов. Удары наносились севернее, в районе города Хермель. Ну и кроме того, наносились удары в южных перегородах Бейрута. Это также еще с 80-х, конца 80-х один из основных бастионов Хазбаллы. Это в основном плотная жилая застройка, где также живут в основном мусульмане и шииты. При этом под этой застройкой, судя по всему, располагаются многочисленные бункеры Хазбаллы. В тех районах, как считается, и сидит где-то под землей Хасан Настралы, хотя, разумеется, не факт. Ну и это те районы, где Хазбалла, собственно, присутствует. Различная ее инфраструктура, как военная или, можно назвать, террористическая, так и в том числе политическая, поскольку Хазбалла действует в Ливане так же, как политическая партия. У нее есть депутаты, министры и так далее. И социальная инфраструктура. Опять же, у всех основных политических игроков, у всех крупнейших партий политиков есть какая-то социальная инфраструктура, связанные с ними. В первую очередь, больницы, школы, нечто подобное. Это сильно влияет на поддержку избирателей. Но, что примечательно, помимо интенсивности ударов на этой неделе, особенно в понедельник, когда действительно погибло, как утверждают власти Ливана, наибольшее количество людей в Ливане со времен гражданской войны. Туда входят и боевики Хазбаллы, и также гражданские. Но также, например, в среду вчера Израиль впервые нанес удары в горном Ливане. Это области, где проживают в основном христиане и друзы. Например, в области Кисерван, которая преимущественно христианская, расположена севернее, северо-восточнее Бейрута. Предположительно, целью удара там был местный функционер Хазбалы, шейх Мухаммад Амр. Но это только одна из версий. Кроме того, удар наносился в районе городка Джун, в области Шуф. Это также Ливанские горы, но южнее. И там преимущественно в этой области живут друзы, также христиане. Однозначно, мы пока не знаем, что именно бомбил там Израиль. Но это могла быть и какая-то инфраструктура Хазбалы, не обязательно. Непосредственно военные, может, какие-то коммуникации, либо что-то еще. Может, просто логистика. В обоих атаках сообщалось о человеческих жертвах. По данным на вчерашний день по четыре человека погибло. В обоих этих ударах. Как-то так, если говорить именно о географии ударов. А почему это именно сейчас произошло? Что послужило толчком конкретно в этот момент? Почему эта эскалация и эти атаки именно в эти не происходят? Ну, в каком-то смысле, так или иначе, все шло к эскалации глобально, поскольку ни Хизбалла, ни Израиль в этом своем противостоянии не готовы отступаться от заявленных целей. Израиль говорит, что стремится вернуть десятки тысяч своих граждан, эвакуированных из приграничных районов на севере, в свои дома. Сейчас северные территории, север Израиля обстреливается. И в особенности плотно, уже почти год обстреливаются именно приграничные населенные пункты. А в свою очередь Хизбалла настаивает, что ее фронт является фронтом поддержки. Они поддерживают Хамас и сектор Газа. И как только будет достигнуто перемирие между Израилем и Хамас в секторе Газа, тогда успокоится и ливано-израильская граница. Хизбалла много раз об этом заявляла на разных уровнях, в том числе генеральный секретарь Хизбаллы Хасан Насралла неоднократно говорил об этом в своих речах, в том числе в последний, в прошлый четверг. Ну и в свою очередь, конечно, играет свою роль то, что боевые действия во секторе Газа стали менее интенсивными. Израильское военное руководство уже некоторое время назад заявляло, что Хамас как единой структуры военной больше не существует. И сейчас там идут бои с отдельными ячейками Хамас. И это позволило, судя по всему, перебросить дополнительные силы на северную границу. Ну и в том числе мы видели довольно активные заявления и политического, и военного руководства за последнюю неделю-полторы о том, что настало время, как они говорят, решать вопрос безопасности на севере и позволить гражданам вернуться в свои дома. В тех дипломатических переговорах, которые велись, Израиль также требовал отвода боевиков Хизбаллы и тяжелых вооружений от границы, поскольку после опыта терактов 7 октября в Израиле всерьез опасаются, что что-то подобное может повториться на северной границе. В том числе среди высокопоставленных командиров Хизбаллы убитых на прошлой неделе были руководители силы Радуан, это элитное подразделение Хизбаллы, которое в частности как раз натренировано на то, чтобы вторгаться в Израиль, проводить операции там, захватывать заложников и так далее. Ну мы действительно видим, что даже не в последние дни, а в последние недели основные события разворачиваются на северной границе, и, собственно говоря, эти удары по Ливану, они последовали спустя несколько дней после масштабной операции с пейджерами, которые взрывались у людей в Ливане. Это огромная операция, за которую Израиль официально на себя ответственность не брал, но Хизбалла считает за нее ответственным Тель-Авив, и в целом мало кто в этом сомневается, если называть вещи своими именами. Следует ли это рассматривать как часть одной кампании? То есть эти удары сейчас по Ливану, это как бы следующая ступень после предыдущей? Это какая-то одна большая кампания? Ну, судя по тому, что мы видели просто за последнюю неделю, Израиль постепенно увеличивал военное давление на Хизбаллу. Действительно началось все с взрывов пейджеров, но тут есть разные данные в СМИ, сложно рассуждать все-таки о работе спецслужб, судя по всему, это была именно она. Есть вообще версия, высказывается в СМИ, что эта операция была проведена, потому что был риск того, что она сорвется, что что-то будет обнаружено. Конечно, это все спекуляции по большому счету, но так или иначе, да, это была нарастающая волна атак. Сначала взорвались пейджеры, и сообщалось о том, что тысячи человек в итоге были ранены, точно больше двух с половиной тысяч, да, по всей видимости, с десятки были убиты, в том числе были жертвы среди и гражданского населения, поскольку, опять же, как сообщает, например, Washington Post, эти пейджеры могли использоваться в системе призыва резервистов Хизбаллы, потому что не все боевики Хизбаллы, это их профессия основная, а у них есть, что называется, профессия на гражданке, и их могут призывать, в том числе в одной из версий использовались для этого пейджеры. Так или иначе, видно, что операция готовилась давно, но реализовать ее решили, возможно, действительно, в преддверии последовавших атак, потому что после взрывов пейджеров и на следующий день взрывов раций, которые происходили в том числе на похоронах убитых пейджерами в предыдущий день, в четверг после всего этого выступал Хасан Насрава и в своей речи признал, что, с одной стороны, это действительно ощутимый удар, но, с другой стороны, он заявил, что это никаким образом не пошатнет Хизбаллу, ее решительность, решимость, и он прямо заявил о том, что цель Хизбаллы не дать Израилю достигнуть своих целей, цель Израиля вернуть граждан своих на север, и Хизбалла не позволит этого делать. Но уже, в общем-то, после этого, в тот же четверг, если не ошибаюсь, удары Цааль стали более интенсивными, еще интенсивнее они стали уже в понедельник, и в начале этой недели как раз израильская армия потребовала, посоветовала, не знаю, какое здесь слово уместно, жителей юга Ливана покинуть, собственно, южные районы страны, и действительно большое количество людей стали уезжать. Тут, собственно, важно подчеркнуть, что этот процесс начался еще до нынешней эскалации, люди начали покидать деревни, они приграничены, в общем-то, еще в конце прошлого года из-за боевых действий, по последним оценкам, которые я видел, по-моему, 110 тысяч человек. Но важно понимать также, что часть из них отправилась не севернее, да, в Бейрут, например, а в какие-то местные городские центры, вот в том числе в Набатие, либо в город Сур, он же Тир на берегу Средиземного моря, и среди тех, кто бежит с юга, видимо, сейчас есть в том числе беженцы вот из этих деревень. И таким образом Израиль пытается создать также давление на Хизбалу, на Ливан по принципу, что раз Хизбалу не позволяет вернуть граждан Израиля на север, то Израиль теперь делает так, что население юга Ливана, среди которого есть в том числе большое количество сторонников Хизбалу, хотя и не только, теперь также вынуждены бежать, спасаясь от войны и потенциальной надземной операции также. Ну вот как раз мы услышали о этом пути от собеседницы моих коллег Анны, которая звучала в начале этого подкаста, она, среди прочего, говорит о возможности, а вернее невозможности выехать в Сирию. Это какой-то сравнительно распространенный пункт назначения сейчас? Тут мне сложно об этом как-то назначен судить, я не специалист по этой теме, но, насколько я понимаю, все-таки в основном население юга Ливана едет в основном в Бейрут, в особенности южной пригороды, у кого-то там есть родственники, кто-то едет навстречу, в общем-то, неизвестности. Правительство заявило о том, что школы переоборудованы многие как убежище для приема беженцев, внутренне перемещенных лиц с юга страны, но их возможности ограничены. Последние оценки, которые я видел, по-моему, в районе 30 тысяч, 29 тысяч, что-то такое, вполне вероятно, что будет больше людей, которые будут уезжать с юга Ливана, но, опять же, у кого-то из них есть родственники, у кого-то нет. А цены, например, на РНБНБ, насколько я понимаю, выросли и уже в предшествующие месяцы на фоне потенциальных эскалаций, в особенности в тех районах, которые наименее вероятно будут подвергаться ударам Израиля, то есть, в первую очередь, те районы, где нету особенно швидского населения, нету политической или иной инфраструктуры Хизбаллы, что касается Сирии, я не уверен, что это популярное место, просто поскольку в Ливане также есть огромное количество, больше миллиона до сих пор сирийских беженцев, но, опять же, у каких-то ливанцев есть, в том числе семейные связи с Сирией, есть и политические, разумеется, связи, например, у Хизбаллы, которая также воюет в гражданской войне в Сирии на стороне президента Башара Алясада. Чисто гипотетически, если не в другие части Ливана, то куда эти люди могут вообще сейчас направиться, те, кто опасается оставаться в Ливане и хочет покинуть страну, и может ли их перемещение каким-то образом сказаться и повлиять вообще на ситуацию на Ближнем Востоке? Скорее всего, я полагаю, мы не увидим какого-то такого большого исхода, если не будет совсем уж какой-то катастрофической войны, не дай бог, но, опять же, тут дело в том, что в Ливане уже пять лет тяжелейший финансовый и экономический кризис, люди потеряли доступ к своим сбережениям, национальная валюта очень сильно обесценилась, и многие из тех, кто мог уехать в поисках работы, образования, особенно молодежь, кто-то уезжал, но на данный момент просто, я думаю, далеко не у всех есть ресурсы, чтобы всерьез рассматривать такие перспективы, особенно учитывая, что тоже есть семья, которой нужно заботиться, в конце концов, социальные структуры, государственные в Ливане довольно слабо развиты, на них нельзя полагаться, в том числе на этом играют политические силы, и в том числе Хизбалла, но, опять же, не только она, а в соседней Сирии идет гражданская война, туда также небезопасно переезжать, плюс у многих ливанцев, может быть, сложное отношение к Сирии, поскольку не только Израиль оккупировал когда-то юг Ливана до 2000 года, но и сирийские войска стояли в Ливане вплоть до 2005 года, они туда были введены еще в годы гражданской войны в 1976 году, и многие ливанцы воспринимают, не все, но многие, тот период тоже как оккупацию, и есть отдельный вопрос ливанцев, которые исчезли и сгинули в тюрьмах сирийского режима, ну, правда, людей, разумеется, похищали, например, израильские прокси, армию Южного Ливана, но все-таки Израиль контролировал юг Ливана, а Сирия контролировала некоторые другие регионы, и не только поэтому, в общем, у многих в Ливане сложное отношение к сирийскому режиму, и в частности поэтому, но, опять же, больше, мне кажется, из-за, в том числе, социально-экономического положения люди массово уезжать не будут, даже при желании, а то, что лодки с беженцами, ливанцами отчаявшимися, иногда, в том числе, сирийскими беженцами пытаются как-то нелегально из Ливана попасть в Европу, в том числе тонут, такие трагедии тоже случаются периодически, но это не имеет массового характера, но сейчас больше дискуссия, мне кажется, идет по поводу того, по поводу перемирия, к которому появились новости, которые, может быть, будет, может быть, не будет, и уже есть голоса, которые высказываются и за, и против. Именно гипергражданского населения не особенно привлекает в данный момент внимание израильской публики, ну, в том числе, потому что, да, ЦАЛЬ акцентирует внимание на том, что атакует командиров, но, опять же, даже если брать последние громкие ликвидации, встречи этих командиров могут проходить, скажем, в южных перегородах Бейрута, в подземных бункерах, в районах с плотной живой застройкой, поэтому, да, в таких ударах с большой долей вероятности гибнут, в том числе, гражданские, но, очевидно, израильское военное руководство рассматривает это как сопутствующие потери. Давайте поговорим как раз про перспективы перемирия, о котором много говорят в последние часы. Ситуация в Ливане обсуждалась и в Совбезе ООН, и сейчас мы знаем, что США и союзники выпустили большое заявление с призывом прекратить огонь. Собственно говоря, есть ли какие-то, во-первых, инструменты давления у других стран с одной стороны, а с другой, что, собственно говоря, сейчас официальные израильские власти говорят по этому поводу, какие перспективы крепкого перемирия существуют? Опять же, тут информация постоянно обновляется, появляются какие-то новые заявления. Вообще, изначально переговоры, попытки как-то дипломатическим способом разрешить конфликт на Ливано-Израильской границы, они ведутся еще с конца прошлого года и ведущую роль из тех пор. И сейчас в этих попытках играли США и Франция. И, в частности, сейчас в США в связи с Геннадзимой ООН находятся исполняющие обязанности премьер-министра Наджиба Микати и исполняющие обязанности министра иностранных дел Абдалла Бухабиб полноправного правительства в Ливане так и нет с парламентских выборов в мае 2022 года. Представители временного правительства сейчас в США и когда Наджиба Микати и его премьер-министра спросили о перспективах перемирия, он сказал, что он надеется на то, что получится его достигнуть. Что касается исполняющего обязанности министра иностранных дел, то Абдалла Бухабиб еще в предыдущих интервью много месяцев назад прямо говорил о том, что у ливанского правительства нет возможности как-то надавить на Хизбаллу, но при этом они поддерживают контакты с Хизбаллой, диалог продолжается, они обмениваются информацией. Ну и я так понимаю, в Ливане как раз многие предпочли бы перемирие, но все упирается в позицию Хизбаллы, в том числе, которая говорит о том, что прекращения огня не будет, пока не будет прекращения огня в секторе Газа. Что касается Израиля, то также он, как мы знаем по предыдущим переговорам, то, что писали СМИ, Израиль настаивает на отводе боевиков Хизбаллы и, возможно, тяжелых вооружений с юга Ливана, но Хизбалла на это возражает, что многие из этих боевиков, они являются местными жителями, они живут в тех деревнях и уехать они оттуда не могут из-за требований Израиля, и, соответственно, Хизбаллан продолжает обстреливать север Израиля, Израиль все более интенсивно бомбит территорию Ливана. В самом Израиле есть также противоречия, и уже было немало высказываний, в том числе представителей правящей коалиции против перемирия, заявлений в том духе, что то перемирие, о котором сейчас идет речь, временная на три недели, оно лишь даст Хизбалле время перегруппироваться, собраться силами внутри коалиции. Новость о перемирии критикуют и некоторые члены крайне правых партий, входящих в коалицию, и также некоторые члены партии премьер-министра имени Таньяху Ликуд, и также некоторые правые партии из оппозиции призывают не подписывать никакого перемирия. То есть перспективы ближайших дней, они максимально туманны, несмотря на какое-то количество обнадеживающих новостей? В целом, да. Вы уже несколько раз упомянули о том, что перспективы этого перемирия напрямую зависят от того, что происходит в секторе газа, а что, собственно говоря, сейчас происходит в секторе газа? Опять же, я не столь внимательно слежу за происходящим там, как за Ливаном, но там до сих пор продолжаются боевые действия, Израиль наносит удары, отчитывается о ликвидации боевиков, но, в свою очередь, Министерство здравоохранения сектора газа, которое входит в правительство Хамас, оно отчитывается о том, что уже 41 тысяча человек погибли в ходе этой войны, но, правда, в эту цифру входят как боевики Хамас, так и гражданские, но, так или иначе, то гражданское население, которое там было, а в целом в секторе газа проживало более 2 миллионов человек и до сих пор проживает, но многие из них были вынуждены бежать, перемещаться, в том числе по указаниям Израиля, когда Израиль говорил, что есть такая-то безопасная зона, нужно перемещаться туда, а тут-то будут носиться удары, несмотря на такие меры, все равно постоянное Минздрав газа сообщает у жертвов, в том числе среди гражданского населения, и многие люди были в Ныжнин за последний год уже не один раз бежать из одного лагеря в другой лагере беженцев, где их еще также размещают в школах, больницах, то есть гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой, насколько я понимаю, самого страшного удалось в целом избежать в смысле голода и эпидемий, но, опять же, санитарная инфраструктура медицинская, если не уничтожена, то очень сильно пострадали, конечно, ситуация остается очень тяжелой, в том числе для гражданского населения, но что касается Хамаса, то, как я уже сказал, по оценке израильского военного руководства, как какая-то единая структура, они перестали существовать, но при этом бои продолжаются, и Хамас не идет на перемирие, и продолжает удерживать израильских заложников. Возвращаясь к Хазбалле и Ливану, почему, с вашей точки зрения, настолько в эти дни, в дни этих атак, если это так можно назвать, сдержан Иран в вопросе помощи группировке? Я бы не сказал, что это только в эти дни, в целом, как мы видели, за последний год сложилось впечатление, что Иран не хочет большой региональной войны, и по возможности хочет избежать большой неконтролируемой эскалации между Хизбаллой и Израилем. С точки зрения Ирана, Хизбалла это такой сдерживающий фактор на случай, если кто-то решит нанести удары по, например, ядерным объектам Ирана, либо каким-то другим объектам на территории страны. У Хизбаллы есть колоссальный арсенал ракет, который, как предполагается, удерживает Израиль или их союзника США от подобных мер. И, судя по всему, мы не знаем этого точно, но весьма вероятно, что теракты 7 октября были спланированы осуществлены в первую очередь Хамас. Понятно, что в долгосрочной перспективе, да, при поддержке, в том числе технической еще какой-то, их поддерживал Иран и Хизбалла, но, судя по всему, это была инициатива Хамас, и Иран сейчас не собирается жертвовать собственными интересами национальной безопасности даже ради своих союзников в лице Хамас, тем более, что отношения с Хамас у Тегерана гораздо менее плотные, чем с Хизбаллой. Хизбалла и создавалась при поддержке Ирана, и ориентировалась на него всегда и идеологически, и религиозно, и в целом в плане своей стратегии, а у Хамас бывали разные периоды отношений с Ираном, в том числе в начале гражданской войны в Сирии. Хамас поддержал оппозицию, Тегеран поддержал Башара Асада, это также привело к... То есть, ну, были конфликты сейчас, их преодолели, но это я к тому, что Иран даже не контролирует Хамас настолько, чтобы ради него жертвовать собственной безопасностью, и, в общем, как кажется, в этой логике выдержаны все ответы и Хизбаллы, и Ирана на какие-то наиболее, может быть, дерзкие операции Израиля. Всегда это попытка продемонстрировать свои возможности, но при этом избежать каких-то слишком больших жертв, например, среди гражданского населения, чтобы они непременно привели к большой войне. Разумеется, были жертвы, в том числе, среди гражданского населения в Израиле, но, например, даже если говорить о запуске ракеты по Тель-Авиву на этой неделе, да, это первый такой запуск со стороны Хизбаллы, но при этом, опять же, это была чуть ли не одинокая ракета, насколько я понимаю, и они четко отчитали, что целью был штаб Моссада, таким образом, они намекали, что это был не гражданский объект, и, то есть, с одной стороны, поставили сигнал, что мы можем добить до Тель-Авива, но при этом массированной бомбардировки по сути не произошло. Опять же, мы видели, что стали интенсивнее бить по северу Израиля и больше ударов в районе Хайфы в том числе, но, опять же, пока, слава Богу, несмотря на жертвы, скажем, в краю, и вот у Хизбаллы есть гипотетическая возможность наносить десятки и сотни жертв в день, и пока мы этого не видели, поэтому, в целом, это вписывается в стратегию Хизбаллы отвечать больше символически, но другой вопрос, что, как она ответит теперь, потому что последние удары, действительно, начиная с прошлой недели, были, в том числе, с психологической точки зрения, очень сильными и по Хизбалле, и в целом, по Ливану, и в этом смысле, Хизбалла, в общем, стоит перед своей обеспечить в таких условиях какое-то сдерживание перед лицом Израиля, продемонстрировать ему, что нельзя бомбить Ливан везде, где вы хотите, но при этом не развязать какую-то полномасштабную войну и не спровоцировать, например, наземную операцию. И я правильно понимаю, что это был вообще первый раз, когда Хизбалла достала ракеты до Тель-Авива? Если я не ошибаюсь, да, но, опять же, если говорить о намеках, вот буквально незадолго до этого был необычный обстрел западного берега реки Иордан, который международное сообщество не признает частью Израиля, сам Израиль формально его также не аннексировал. И, опять же, если мы посмотрим по карте, это был удар, где не было крупных израильских городов, но центр страны, главная агломерация Израиля находится в считанных там десятках, малых десятках километров западнее. Опять же, это был сигнал, что, смотрите, у нас есть ракеты достаточной дальности, да, но непосредственно по Тель-Авиву целились, насколько я понимаю, из Ливана впервые. По вашим субъективным ощущениям, все-таки какова вероятность того, что этот виток противостояния, эта очередная эскалация может перерасти в полномасштабный конфликт в регионе? В регионе, ну, перспективы есть, перспективы эскалации по-прежнему есть, в особенности, если в полную силу в конфликт включатся, например, проиранские группировки, которые действуют в Ираке. Там у них также, помимо, собственно, военизированных структур, есть и бизнес, есть и контроль над КПП, и политическое представительство в парламенте. И в том числе, как мы видели, даже за последний год возможности запускать ракеты и дроны по территории Израиля. На этой неделе это тоже уже было. Соответственно, я так понимаю, есть вероятность, что активнее, возможно, в том числе, так сказать, сапогами на земле боевики из Ирака будут участвовать в конфликте. Я не знаю, какие в данном случае возможности у хуситов в Йемене какие-то есть. Мы уже видели, что они запускали ракеты, и именно запуск их дрона привел к первой гибели в Тель-Авиве. Насколько я помню, этим летом, в июле, когда дрон, запущенный, видимо, именно хуситами, убил человека в Тель-Авиве. Но, опять же, вопрос в том, насколько они могут массово наносить подобные удары. Но, с другой стороны, их кампания по запуску ракет по торговым судам, в том числе, в Красном море, которая это позволила ударить, в том числе, экономически по израильскому порту Эллад на Красном море, что, в общем, и было заявлено целью хуситов. Спасибо большое. Я напомню, это был востоковед и арабист Максим Жабко. В описании этого подкаста вы найдете телеграм-канал об истории и политике Ближнего Востока, который ведет Максим, где он внимательно следит за развитием этого конфликта. А этот и другие выпуски подкаста «Что это было?» можно найти на сайте Росслужбе Би-Би-Си. Ну и, кроме того, мы выкладываем его на различных подкаст-платформах, в Телеграме и в Ютьюбе. Подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии и оценки, так о подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Оксана Чиж. Всего доброго.